Я не знаю, говорить по микрофону или можно просто так говорить, как будет удобно, но я вообще не очень люблю микрофоны, честно, между нами говоря, но давайте начну так, если вдруг можно будет потом перейти на безмикрофонную историю, то перейдем на нее. И как у нас сегодня, я надеюсь, будет достаточно кулуарная история. Говорите, пожалуйста, микрофон для видео. А, микрофон все-таки. Ну, то есть, значит, любовь зла придется терпеть. У нас, я надеюсь, будет сегодня кулуарное достаточно такое выступление, потому что нас немного, можно, наверное, поговорить, немножко расслабившись и без какого-то пафоса ложного, тем более. Хотя тема более чем серьезная, но я постараюсь, насколько это можно сделать ее понятной, очевидной. Хотя, понятно, что без академизма не смогу, наверное, обойтись. Если что, вы меня поправите или вопросами какими-то направите, хоть мои мысли, мои мысли. Чуть в сторону, буду немножко чуть заговариваться, тяжелый был день, экзамены с утра, поэтому... Да, немножко вымотан, поэтому не обращайте внимания, если я вдруг буду оговариваться слегка. Извините мне мои проколы. Итак, что касается спортивных медиа, спортивной журналистики, почему написано то и другое, я думаю, всем понятно. Если не очень, то понятно, что медиа это каналы коммуникации, через которые мы получаем ту или иную информацию. А журналистика это тот продукт, который делают журналисты, и которых в эти медиа помещен. Поэтому ставить знак равенства не очень корректно, тем более, что медиа существует разные, каналы существуют разные, и, соответственно, журналистика в них разная. И практика телевизионной журналистики, да, она совсем другая, нежели практика журналистики газетной или онлайновой журналистики. Поэтому мы будем говорить немножко о разных вещах, о том, как меняются средства информации, и будет поговорить о том, как меняется журналистика, потому что это очень сложные процессы. При этом тоже еще хочется, да, он прям, лучше сейчас будет довольно много, потому что я придерживаюсь точки зрения, что пока ты не проговорил четко со своим коллегой, со своим оппонентом, пока ты не проговорил все возможные варианты, остается огромное количество лакун для недосказанностей. Ну, то есть достаточно сказать очень такую простую, емкую фразу, там, условно, в России прекрасная журналистика. Безусловно, это верно, да, но если не оговариваться, что в этой журналистике есть колоссальное количество проблем, то это будет выглядеть каким-то пропагандистским клише. То же самое и будет в обратную сторону, да, в России ужасная журналистика. Безусловно, довольно много ужасного можно найти в нашей современной журналистике. Поэтому говорить о каких-то вещах можно, только крайне, скажем, аккуратно подбирая слова и расставляя все ретерные точки перед тем, как говорить о чем-то едином свершившемся. Поэтому я очень много буду сегодня утверждать всяких вещей. Ну, например, буду говорить о том, что об экономическом детерминизме современной спортивной журналистики. Ну, потому что говорить буду о том, что спортивная журналистика сейчас – это бизнес по производству товара. Производство товара развлекательного, прежде всего, и с этой точки зрения будет развиваться моя основная мысль. Естественно, что я в данном случае упрощаю и абсолютизирую эту вещь, на самом деле все, конечно же, гораздо сложнее. Формалистика спортивная разная. Я буду говорить о мейнстриме, о тех вещах, которые ее определяют во многом. И именно с этой точки зрения вы должны понимать, что если я что-то вам говорю в абсолютных показателях, то я абсолютно… Это не значит, что я имею в виду ровно на 100% то же самое. Я выделяю некое вот… Ну, ключевое, наверное, да, то определяющее, что является важным, важнейшим для современной спортивной журналистики. Понятно, да? Я просто еще раз прошу прощения, потому что для меня это важно. Мои друзья, например, меня ругают за то, что я очень много говорю. И там, где можно сказать в трех словах, я говорю в тридцати. Я очень долго по молодости особенно комплексовал на эту тему, что вот как же, слишком много, а с возрастом ты начинаешь понимать, что это не ошибка, а это скорее желание быть правильно понятым. Это очень важно в нашем мире и касается не только спортивной журналистики, но иногда это не так удобно, потому что проще разговаривать лозунгами, чем, в общем-то, грешат сейчас очень многим. У меня есть такая для себя шпаргалочка, я буду в нее периодически подглядывать и вам рассказывать, что в этих шпаргалочках такое. Подглядывать буду, естественно, для того, чтобы вы ничего не пропустили и чтобы я ничего не пропустил, не запутался. Итак, преамбулу, у меня прямо написано, преамбулу, методология. Звучит, может быть, громко, грозно, но на самом деле все очень просто. Что такое методология? Это метод, с помощью которого мы будем познавать эту с вами спортивную журналистику. В данном случае не то, чтобы познавать, мы будем ее проговаривать о ней. И мы будем исходить в рамках методологии из, скажем так, так называемого экономического детерминизма. То, о чем я вам выше чуть-чуть сказал. О том, что сейчас спорт – это бизнес, прежде всего. И спортивная журналистика – это бизнес по производству контента, по производству товара в информационном обществе. Ниже я подробнее об этом расскажу. Но почему это важно? Почему с этого нужно отталкиваться? Потому что журналистика, и мы немножко копнем в историю сейчас, журналистика, она появляется, условно, спортивная журналистика. Еще в веке 18-м, в Великобритании, прежде всего. Но говорить о спортивной журналистике до начала 20-го века, как о какой-то системе, просто нельзя. Потому что это было такое развлекаемое для любителей. Прежде всего, дворянские круги, прежде всего, круги торговой, буржуазии, или, может быть, позднее промышленной. И, ну, скажем, необходимости, тотальной необходимости, то есть того, чтобы существовала эта журналистика без, ну, скажем, каких-то вот отдельных людей, а существовала именно как система, независящая от десятка, другого, третьего людей, ее просто не было. Потому что это был вопрос хобби, вопрос развлечения, вопрос индивидуальности. И вот, знаете, была такая газета русская, не спортивная, называлась она «Московские ведомости». Она как раз вот выходила в Московском университете с 1755 года, 56-го, позднее. Так вот, эту газету, ее 10 лет арендовал господин Новиков. Те, кто, ну, журналисты, историки помнят его хорошо. Так вот, этот человек, он был главным редактором этой газеты, и поскольку он был очень динамичный, такой персонаж, он очень много интересного делал этой газете. В частности, например, начал развивать пролициальные хроники, что для России 18-го века было передовым очень. А потом он постарел, подустал, и, в общем, газета потеряла свой воск, просто потому что один человек перестал с ней работать. Вот это и есть то, о чем я говорю, когда нет системы в производстве контента, нет системы в развитии журналистики, когда все зависит от конкретных отдельных людей. Есть человек, есть газета, надоело человек, или он умер, или там уехал куда-то, закончилась журналистика. Система – это когда журналистика не зависит, безусловно, от отдельных людей, а когда вне зависимости от того, как будут меняться люди, она все равно будет существовать. И вот в этом контексте, конечно же, журналистика, спортивная журналистика по-настоящему заиграла, это я вот перехожу уже к исторической части, потому что мы больше будем, наверное, ну, надо говорить о современности, но вот этот разговор о современности невозможен, если мы не понимаем, как она вообще формируется. Так вот, впервые можно говорить всерьез о спортивной журналистике, о какой системе, с начала, с первой, наверное, четверти 20-го века. С первой четверти 20-го века действительно можно наблюдать революцию. Революцию в области спортивных медиа и спортивной журналистики. И революция эта связана как раз с двумя, ну, параллельными, или, если хотите, противоположными тенденциями, которые действительно сделали ее системной. И очень упрощая ситуацию, я бы вам назвал две вот этих тенденции. Одну советской, условно, другую американской. Или, если быть более широко трактовательной, одна тенденция, она экономическая, другая, собственно, политическая. Почему советская тенденция в этом смысле революционная? Ну, потому что большевики, советская власть, действительно, впервые, может быть, в истории сделали из журналистики, спортивной журналистики, да, которая была до этого периферийной, сделали из нее политику большую. То есть, тоталитарная система, как она тогда называлась, как мы ее называем, она потому и тоталитарна, не потому что она плохая, а потому что она тотальна по отношению ко всем сферам человеческой жизни. И все сферы, в том числе и спорт, были подчинены политическому участию в некой политической системе. Соответственно, и спортивная журналистика превратилась из хобби для среднего и высшего класса в продукт, ну, скажем так, массового воспитания, массовой коммуникации в продукт массового строительства нового общества, да, коммунистического общества. В этом нет какого-то негатива или позитива. Я не хочу, чтобы вы воспринимали это сейчас с точки зрения некой политической системы, я хочу, чтобы вы понимали это инструментально. То есть, ну, скажем так, Россия до Советского Союза, это она была достаточно отсталым государством в этом смысле, да, с точки зрения образования, с точки зрения, ну, возможностей человеческих, с точки зрения вложения в человеческий капитал, отсталая была страна. Советская власть при всех ее минусах и плюсах, она действительно начала тотальное изменение общества, да, всеобщее начальное образование, всеобщая, скажем так, всеобщая возможность заниматься спортом, строительством массовых спортивных учреждений и так далее, и так далее, и так далее. Но в этом был, конечно, еще и политический фактор, потому что мы строили гармоничного человека советского, и этот гармоничный человек должен был стать частью нового коммунистического мира, который превзошел бы мир капиталистический. Как следствие, в Советском Союзе подошли к развитию спортивной журналистики, так же, как и к другим вещам. Были организованы достаточно массовые газеты, причем газеты были и журналы организованы как научные специализированные, так и, собственно говоря, более такие тематические, повседневные развлекательные. Там самое известное, которое до сих пор сохранилось, это газета «Красный спорт». Она датируется, в общем, обычно ее датируют 1933 годом, но первые, вот упоминаем, первые экземпляры ее начали выходить еще в 1924 году. И «Красный спорт» был газетой для широких масс, что называется. Естественно, что газета существует до сих пор. Как вы знаете, сейчас она уже как газета фактически умирает, она в основном в онлайн-версии существует, да и там в онлайн-версии у нее есть проблемы определенные, но тем не менее существует она до сих пор. То есть, о чем я хочу в данном случае сказать, о том, что советская власть, Советский Союз, он впервые превратил спорт, еще раз говорю, из хобби, в некую систему вещей. Менялись советские руководители, менялись журналисты, менялись времена, но спортивная журналистика неизменно оставалась одним из важнейших идеологических каких-то козырей моментов. Но, насколько это была революция, настолько же в советской системе были заложены те проблемы, которые потом эту журналистику вновь погубят. Я чуть-чуть позднее хочу об этом сказать. Но, чтобы вы поняли, что вот эта советская традиция, которую я называю, она была, ну скажем, не только наша, я ее советской назвал условно, потому что, если вы когда-нибудь, ну скажем, интересовались Олимпиадами, или, скажем, захотите поинтересоваться Олимпиадой 1936 года, которая проходила в Германии, летняя, почему не зимняя Олимпиада, то вы можете очень легко подсчитать, что эта Олимпиада 1936 года, она превратила нацизмом, вот, приумфом нацистской Германии, со всеми вытекающими. То есть Германия победила в этой Олимпиаде по количеству общих медалей, Германия ввела в этот олимпийский цикл вообще в эту олимпийскую культуру много нововведений, часть из которых до сих пор существует, например, эстафета Олимпийского огня, да, этого 1936 года. Наконец, Германия, ну скажем так, тоже популяризировала вот эту идею сверхчеловека, только в Советском Союзе она была идеей трудового человека, человека, будущего, идею, нацию, идею, ну скажем так, арийцев и так далее, и так далее, и так далее, да, и спорт в этом смысле был очень важным политическим проводником. Но не хотелось бы, да, проводить параллели между советской традицией немецкой, все-таки та достаточно людоедская такая, но тем не менее, совершенно очевидно, что политический спорт как политический ресурс был очень важен, и, соответственно, массовая культура, кинематограф, журналистика. Например, в Германии впервые Олимпийские игры транслировались по устройствам, которые были прообразны телевидением. То есть это не домашний телевизор, а просто были такие палатки, расставлены по Берлину, там уже, где можно было зайти и посмотреть изображение Олимпийское. Тот же самый прием, допустим, использовал Муссолини. Вы знаете, да, Бенефо Муссолини, диктатор Италии, который, ну скажем, с помощью спорта пытался поинтевировать образ Великой Италии, наследника Римлян и так далее, и так далее, и так далее. Просто в 1934 году итальянцы стали чемпионами мира по футболу, у нас сейчас прошел чемпионат, да? А это был второй чемпионат мира, итальянский, и Бенефо Муссолини, ну фактически это сборка в Италии, делал своими руками где-то. Например, перед, по-моему, я боюсь соврать сейчас, потому что деталей много, перед чуть ли не полуфиналом, перед полуфиналом с австрийцами, которые были тогда очень сильны, Бенефо Муссолини лично обедал с арбитром будущего матча между итальянцами и австрийцами. И, ну, скажем так, о чем они говорили, мы, конечно, не знаем, да? Но, тем не менее, арбитр судил потом этот матч, в общем, судил достаточно благосклонно к итальянцам, которые явно были не фаворитами этого матча. Они выиграли и выиграли, в конце концов, в финале, и вот такая политическая мощнейшая поддержка позволила итальянцам стать чемпионами мира. То есть, по сути дела, идея политического спорта, разработки, развития спорта как политического инструмента, она была очень серьезной. А, по сути дела, невозможно и нет смысла развивать спорт как политическую идею, если только он недоступен широким массам. Потому что, ну, скажем так, спортивное мероприятие на стадионе может посмотреть, ну, несколько десятков тысяч человек максимум. Когда у вас страна в несколько десятков миллионов человек, затраченные усилия, они просто, ну, ничтожны будут. Поэтому, конечно же, журналистика как массовое явление, спортивная журналистика, она просто необходима в таком случае. Поэтому вот идея превращения, даже не идея, а вот феномен превращения журналистики спортивной из какого-то, ну, крохотного явления, там, второго-третьего порядка в явление массовое, в явление действительно фундаментальное, явление, которое не зависело от воли отдельных людей, это, конечно, даже 20-й век и глобальных вот таких подвижек в системе развития европейского, прежде всего, общества. А вот вторая традиция экономическая, я ее назвал чуть проще американская, это тоже упрощение, да, она связана как раз с тем, что в начале 20-го века спорт в западном мире, прежде всего, Великобритания и США, да, это вот такие страны-лидеры, которые, понятно, что в континентальной Европе довольно много было спорта, и он был достаточно популярен, но вот именно с точки зрения этого подхода, экономического подхода, да, спорт и спортивные медиа начинают бурно развиваться в первой, третье 20-го века. Причем у этого развития, у него есть тоже абсолютно объективные предпосылки, которые, ну, скажем так, не связаны, да, с отдельными личностями, а связаны с теми технологическими издвигами, которые происходят в мире. Для начала буквально пару цифр. Американские исследователи переводят вот какую цифру. Смотрите, что на начало, самый конец, 12-го, начало 20-го века спортивная тематика занимала в американских газетах где-то примерно около половины 1-го процента площади газетных журнальных площадей. полпроцента. Это, то есть, вы открываете газету, да, вот если посчитать лист, ну, там, 6 полос за 100%, да, то это на одной из полос, это маленький кусочек, вот, текста. А то и, конечно же, не в каждом номере, а уже к началу 30-х годов, к середине 30-х годов, они отмечают, что количество спортивных материалов в американских газетных журналах возросло где-то примерно до 20%. То есть, если вы вот разы попробуете умножить, да, то это будет минимум в 40 раз. Минимум. С чем это связано? Это же не может быть связано с какими-то, ну, скажем так, случайными вещами. Бах, и вдруг у тебя люди начали писать о спорте. Понятно, что если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, да, если появляется интерес такой бешеный экспорт, значит, это кому-нибудь нужно. И в данном случае можно выделить две тенденции, почему так происходит в западном обществе. Краткосрочная тенденция связана, пожалуй, с такими вещами, как эскапизм, как фрустрация западного общества, как проблемы с кризисом капитализма глубоким. Поясню свою мысль. Смотрите, Первая мировая война, все примерно помнят, да, 14-18 год, она для человека, европейского человека, стала такой эпохой крушения надежд, надежд человека на самого себя. Потому что европейский человек, все-таки в течение долгого времени, прежде всего европейский человек, жил в обществе, когда иллюзии определенных, иллюзии рациональности, иллюзии смыслов, иллюзии того, что цивилизованный человек может строить цивилизованное общество. Это достаточно примитивная иллюзия, примитивная, потому что мы сами сейчас прекрасно понимаем, да, что человек даже в самом рациональном из миров не может договориться друг с другом, может достаточно, я не знаю, посмотреть на противоречие России и Соединенных Штатов Америки сейчас, да, то есть они фактически непримиримы, в то время как вроде бы нет таких каких-то глобальных идеологических расхождений, да, но есть расхождение по поводу понимания своего места в мире. Договориться сложно, но человек 19-го, конца 19-го века, он думал, что если мы создали телефон, это чудо, по сравнению с мобильной телефонией, переход к мобильной телефонии, по сравнению с точки зрения психологии, по сравнению с обычным телефоном, это, конечно, ерунда, потому что сама по себе передача сигнала на расстояние, это, ну, скажем так, конечно же, для осознания человеческого гораздо выше стоит. Если мы создали железные дороги, двигатели внутреннего здорогорания, если мы научились летать, то, в принципе, как-то человек движется к какому-то идеальному состоянию. Тут неожиданно выясняется, что человек с кучей вот своих этих замечательных волшебных знаний, возможностей и умений, он способен уничтожить 10 миллионов седоподобных за 4 года, причем сделать это с дьявольским технологическим подходом, когда все умения, все знания, все таланты человека, вот эти рациональные, они были использованы для того, чтобы придумать оружие, которое будет еще более рационально, массово и тотально уничтожать в себе подобных. Естественно, что для общества это было шоком, культурным шоком, и если вы читали много молодежи у нас Ремарка или Хингуэ раннего, то вы знаете, что появился даже такой феномен в литературе после Первой мировой войны как феномен потерянного поколения, то есть людей, которые, будучи совсем юными, попали на войну, которая сломала им жизнь. И, в общем-то, на войне они выжили, но потеряли смысл, потому что после войны этого смысла, ну, смысла в таком буржуазном образе жизни, его очень мало или нет, потому что, когда ты понимаешь, что все равно смерть и смерть рядом, она может быть неожиданно рядом. Естественно, в этом смысле буржуазные ценности, там, создать семью, накопить денег, построить дачу, оно уже смотрится не так. Так, в общем, я не буду вдаваться, писатели этого периода хорошо об этом написали, но при чем тут это? Спорт. В этом смысле, как бы, эскапизм, да, с эскейп английского, да, это форма бегства такого, бегства сознания. И вот не только Первая мировая война, а последующие за ними десятилетия кризисов, которые, в общем-то, закончились в Великой депрессии, знаете, ее обычно называют американской, 1929-30-х годов, но, на самом деле, это был мировой экономический кризис, да, он привел к тому, что у людей, у многих людей, вот обычные буржуазные ориентиры, они терялись, да, и человек чувствовал растерянность перед этим бытием, он чувствовал ненужность, бессмысленность зачастую своего бытия, и уход вот в такие формы, как радикализм политический, да, будь то немецкий, там еще, советский, еще какой-нибудь, это была одна из форм бегства, да. Другая из форм бегства было как раз обращение к тем вещам, которые носят символический смысл. Ну, то есть, посмотрите, хорошо вы живете, плохо живете, да, позитивно у вас все дома, не позитивно, да, но играет ваша любимая команда, и вы включили телевизор, и, в принципе, на 90 минут ваша жизнь наполнена смыслом, который носит символический характер. То есть выиграет ваша команда, проиграет ваша команда, вы будете счастливы или несчастливы. Но если вы выключите это, да, то есть убрать эту команду из вашей жизни, она ничего не изменится. То есть эта команда, она, по сути дела, ничего, кроме некого символякра счастья, радости, любви, ненависти и прочих вещей, не дает. Более того, это же театр. В любом случае, это театр, который, в отличие от театра обычного, не, ну, скажем так, не имеет повторов, да, то есть если вы на спектакль можете ходить 20 раз, будет одно и то же, то здесь за 20 спектаклей, 10 из которых будут плохими, 5 еще так себе, и только 5 спектаклей будут ух, но если эти ух вам действительно важны, если вы болеете за свою команду, то совершенно не важно, что другое, да, вы будете переживать бурю эмоций. И на это время, да, вы отключаетесь от своих каких-то переживаний. По сути дела, вот это и есть форма эскапизма, что называется, да, то есть спорт стал элементом, ну, скажем, бегства в какую-то аполитическую, экономическую реальность. Иногда действительно, когда ты открываешь там, ну, там, заголовки и читаешь, конфликт, конфликт, там, стреляли, опустили ракеты, там, не договорились или договорились, но вот подверглись критике, еще что-нибудь. Ты понимаешь, что этот мир постоянно находится в состоянии какой-то турбулентности, которая может привести к нехорошим вещам. А тут чемпионат в России. Приехали люди, праздник, тусовка, мексиканцы пляшут на Никольской площади, бразильцы поют во все. И, опять же, что произошло в твоей личной жизни? Вообще ничего принципиально не происходит, да, но ты часть вот этой истории, и жизнь налаживается. Хотя это не твоя жизнь, да, это некая вот история такая. Поэтому эскапизм – это очень важная вещь для первой половины 20-го века, когда, естественно, речь идет не только о спорте. Просто интерес к спорту, он становится частью интереса к таким вещам, которые раньше были на периферии. Кинематограф, например. Кинематограф, естественно, это тоже искусство или фабрика. Вот, кстати, хороший пример, да, почему я говорю вам о каких-то вещах, может быть, страненных. Наверняка вы приходили сюда и думали, что я буду рассказывать немножко о других вещах. О том, о чем пишут журналисты, о том, как строятся телеканалы. Ну, об этом, наверное, я еще буду говорить, хотя мои коллеги, которые выступали раньше в практике, они об этом, ну, скажем так, говорили более предметно, чем я. Я же перешил вам такую теоретическую модель. Но вот, вы посмотрите, кинематограф. Есть кинематограф, как высокое искусство, да, Феллини, Тарковский, Ижеснин. То есть это люди, которые создают шедевры, но которые в здравом уме 97% людей не будут смотреть, или будут смотреть позевывая и мечтая, что это когда-нибудь закончится. Да, есть Голливуд, фабрика грез, да, фабрика, которая тоже создает вроде бы искусство, да, кино же искусство. Но при этом Голливуд создает огромное количество разного рода фильмов, хороших, плохих, но неизменно, в отличие от европейского кино, арт-хаусного какого-то кино, кино, которое направлено на рефлексию, популярное американское кино почти всегда заточено под какой-то экшен. Даже если это какая-то глубокая психология, все равно элемент экшена должен присутствовать. Знаете, один из самых популярных, если не ошибаюсь, фильмов, современности, это побег из шелушенка. Хорошее кино, интересное довольно, да, и понятно, что там очень много вот этого вот о мысли, о судьбе человека, да, который попадает под жернова системы и ничего с этим не может сделать, да, но все равно мы смотрим это как экшен. И здесь, естественно, мы говорим о товарности американского кинематографа. То же самое о товарности мы говорим и когда мы рассуждаем о современной спортивной журналистике. Но об этом я еще доберусь, еще раз говорю, я прошу прощения, если мой экскурс носит достаточно такой глубокий исторический характер. Так вот, я сказал вам о советской традиции, да, спортивной, я сказал о западной традиции, но я сказал о западной традиции только в ее таком номинальном тактическом варианте. А есть другой вариант, есть другой элемент, который становится, станет очень важным вот в западной традиции и, соответственно, станет мейнстримом для современной спортивной журналистики. Это вот такая стратегическая позиция увеличения доли спорта в медиа, да, в спортивных, в публикациях. Это изменение потребительской культуры общества. Здесь я обозначаю еще более важную какую-то историю, на которую вам нужно обратить особое внимание, если вы действительно этим интересуетесь серьезно, потому что по-настоящему эти вещи начнут играть системную роль уже во второй половине 20 века, но уже в первой половине действительно есть какие-то определенные изменения. Что это значит? Это значит, что в отличие от тактических вещей, когда человек бежит к спорту, да, он ищет утешение в спорте, в условиях, когда мир его пугает, есть фрустрация, да, а спорт это такая тихая гавань. Есть и другая история, когда спорт становится, ну скажем так, частью меняющейся потребительской культуры. То есть, кто и когда интересуется спортом прежде всего, массово, да, это люди, которые, ну скажем так, имеют возможность, имеют определенное свободное время и имеют возможность, ну скажем так, это свободное время употреблять на, ну скажем так, на какие-то увлечения. Поясню свою мысль. Если мы посмотрим на структуру социума 19 века, неважно, там, российского, американского, немецкого, то выяснится, что огромное большинство людей, оно просто не может интересоваться спортом по объективным причинам. Потому что, ну что, основная часть населения, допустим, в России, это крестьянство. Представляете, рабочий, ну, как бы, вот день крестьянина русского, там, в середине 19 века. Это работа с фрадой вечно, прежде всего, да, и это занятие вещами, которые не имеют ничего общего со спортом. Там, спорт в крестьянской жизни, как правило, достаточно бессмысленное явление. Я имею в виду традиционное крестьянское общение. Потому что это форма, либо, ну скажем так, разгрузки психологической, да, либо это баловство. Когда детям нечем заняться, вот они балуются, да, но как только наступило время работы, их сразу гонят работать. Объяснить человеку, что нужно тренироваться в себе, бессмысленно, иди потаскай мешки, если ты хочешь тренироваться, да, либо паси корову, или там, навоз перекидай. Потому что, по сути дела, сама по себе тренировка, бессмысленное времяпрепровождение, соответственно, и системный интерес к спорту, он не может выработаться. Теперь смотрите рабочий класс. Люди работают по 12-13 часов в сутки, при этом работают по 6, а то и по 7 дней в неделю, да, то есть это не человеческие условия труда. Естественно, что спорт – это удел очень немногих в 19 веке. Что меняется, скажем так, в веке в 20-м, уже в первой половине начинает меняться. Но еще раз, в первой половине это только первые вот такие звоночки. Начинает, особенно в наиболее развитых странах, начинает появляться достаточно массовый средний класс. Средний класс – это, как вы знаете, основа любой экономики малого и среднего бизнеса. Средний класс – это основа буржуазного общества, если хотите. Буржуазной экономики – это основа буржуазного образа мысли. Соединенные Штаты Америки в этом смысле вообще классическая страна. Еще раз, не хорошо и не плохо. Я не хвалю Соединенные Штаты Америки, я их не ругаю. Но мы рассматриваем это очень инструментально. Почему я говорю, обращаю внимание на них, потому что в современных условиях вот есть американский спорт, американские спортивные медиа, американская спортивная журналистика и вся остальная. Потому что то, как выстроена медиа-система американская в этом смысле, не может с ним конкурировать ни одна другая, даже близко. Исключение только в отдельных видах спорта в Великобритании. Футбол, допустим, британский. Ну и континентально-европейские страны, такие как Испания, Франция, тоже там в футболе, они показывают результаты, которые в несколько раз хуже по экономическим показателям, чем американские результаты. Поэтому, собственно говоря, американцы в этом смысле впереди планеты всей. Это не потому, что они такие молодцы или не молодцы. Для этого, конечно, есть объективные предпосылки, специфика американской экономики такова. Америка это страна индивидуализма победившего. То есть если мы страна коллективизма, и от этого коллективизма к индивидуализму мы переходим только сейчас, последние 20-30 лет, и с большим трудом, то американцы это, по сути дела, общество эмигрантов, это общество людей относительно свободных, я имею в виду в юридическом плане, не знаете, что они там равные, или у них все хорошо, ничего подобного. Это, как они сами называют, общество равных возможностей. То есть, грубо говоря, юридическое равенство приводило к тому, что, в общем-то, некоммерческие отношения между людьми, они доминировали намного раньше, чем в Европе. Ну, например, если я вам чем-то интересен, и вам что-то от меня нужно, но я от вас не завиншу, да, в Российской империи, где были крепостные, и там дворяне, условно говоря, вопрос, вот, сделать что-то для меня, для дворянина, страны крепостных не стоял. В Америке другая история. Тебе что-то от меня нужно, купи это у меня. Поэтому они очень четко знают, что все стоит денег. И поэтому они гораздо более меркантильны, чем мы, да, в их своей культуре. Не потому, что они там хуже, лучше, еще какие-то, да. Просто такая форма развития этой самой экономики. И поэтому спорт, вот, бурно развивается, там, еще в первой половине 20-го века, именно тогда, когда в обществе появляются запросы, люди готовы платить за занятия спортом, а самое главное, готовы платить за, ну, скажем, развлечения спортом. Это важно. Допустим, для развития спорта в американского и европейского революционным стал, еще такой технический момент, я об этом еще буду говорить, а именно связанный с радио. Радио стало достоянием общественности в 20-е годы 20-го века. Не раньше никогда его придумали, потому что первое десятилетие радио, это было, ну, скажем так, средство техническое, которое полностью было подчинено военной среде и контролировалось военными. Только в начале 20-х годов радио разрешили, ну, на гражданских частотах, разрешили делать гражданские радиостанции. Так вот, если в Советском, в Союзе, допустим, начали это делать, даже акционерное общество организовывали для этого, но все равно государственная монополия на радио еще не сохранилась, то в Америке буквально вот в 23-м разрешили, в 25-м у них уже было более миллиона радиоприемников. А с точки зрения спорта и вообще потребления спортивной информации, это что революционное. В Америке начинает бурно развиваться бокс, я имею в виду, как система развлечений. Десятки тысяч боксерских клубов, куда люди собирались смотреть на боксерские бои. Но появление радио привело к тому, что бокса, количество этих боксерских клубов стало намного меньше, зато те клубы, которые были наиболее сильны, влиятельные, они получили гигантскую аудиторию, потому что бокс стало возможно не смотреть, еще пока нет, телевидения нет, для него еще пару десятков лет, но слушать. И поэтому радиоаудитория боксерских поединков стала насчитывать очень быстро миллионы людей. Естественно, что повышенный интерес к боксу, допустим, к части культуры, потому что у них там не только бокс, и хоккей в это время развивается, и американский футбол, и бейсбол, конечно. Он начинает развиваться и как медиа-культура, как медиа-производство в это же примерно время, потому что есть спрос, есть предложение. А спрос, я уже сказал, есть, потому что есть определенная фрустрация, а есть, потому что это сравнительно дешевый способ развлечения. Я, конечно же, многие вещи опускаю, многие вещи могут оказаться не очень понятными. Например, чтобы было понятно, допустим, в 20-е годы 20-го века в заводных странах, которые страшно боятся коммунизма, потому что в ряде стран коммунизм или, скажем так, радикальные течения различного рода социалистического толка победили, а в странах капитализма победившего, они на фоне страха перед социальными низами вынуждены были провести ряд политических и социально-экономических реформ, в том числе ограничить длительность рабочего дня, в том числе создавать там оплачиваемые формы отпуска, медицины и так далее, и так далее. То есть, приводило к появлению свободного времени, да, у социальных низов, и, естественно, его, это не свободное время необходимо как-то занимать, да, нужно что-то с этим делать. Поэтому спорт это одна из идеальных историй. и, естественно, развлечения спортивные тоже одна из идеальных историй. Поэтому мы, когда говорим о двух тенденциях, я думаю, непонятно, о чем идет речь. Но по-настоящему о советской тенденции мне бы не хотелось очень долго говорить, просто потому, что Советский Союз, знаете, создал великую систему спорта. Ну, то есть, в Советском Союзе спорт действительно был опережающим, с точки зрения, я имею в виду сам, спорт не медиаспортивный и не спортивная журналистика. Он был реально опережающим, потому что в Советском Союзе, поскольку это играло важную политическую роль, было важно побеждать. И вся мощь государства, вся система государственного участия, она была направлена на то, чтобы создавать, ну, скажем так, идеальную систему условий. и поэтому Советский Союз впервые, по большому счету, ввел в спортивную среду систему научного подхода. То есть, когда медицина, биомеханика использовались в подготовке спортсменов, когда фармакология в меньшей степени, потому что в Советском Союзе ну, с фармакологической отраслью было не так хорошо, как на Западе, но зато за счет именно научных методов, научных подходов к подготовке спортсменов, да, была масса каких-то таких рывков и общее доминирование Советского Союза на спортивных площадках во втором и двадцатом века было связано как раз с этим, с тем, что мы могли задействовать те ресурсы, которые не могли задействовать даже американцев, потому что там все на частном бизнесе строится, а у нас на мощь всего государства. Но в плане спортивной журналистики Советский Союз насколько был инновационным, потому что он как бы волей-неволей заставил через систему пропаганды спорта читать о спорте, интересоваться спортом абсолютно всех. Каждый советский ребенок, почти каждый, там, занимался физкультурой и спортом. Половину населения страны, да, так или иначе, в каком-то возрасте проходило через каждый кружок. Но в этом же величии состояло и ну, определенное убожество, когда, которое было связано с тем, что политической системе советской не нужен был спорт как больше, чем он предлагал, как политическая система. Поэтому, если спорт мог развиться еще как-то, спортивная журналистика, то ее искусственно ограничивали. Знаете, я очень люблю рассказывать своим студентам историю, сказанную мне в свое время моим отцом, он, конечно, был ярым болельщиком, как водится, с футбольным, интересовался спортом, читал об этом постоянно. Но проблема в том, что советские спортивные газеты этого времени, ну, не знаю, если попадет в советский спорт за какие-то 70-е годы, он был газетой довольно скучной. Там много писалось о достижениях спортивных, там, доярок, колхозниц или каких-то региональных клубов, да, то есть то, что нас вообще не очень интересует, нас же интересует только там Спартак, Реал, я не знаю, Формула-1 и так далее, да, как занимаются спортом или как играют в футбол, условно говоря, в луче из города Владивостока, да, это мало кому интересно, ну, потому что мы хотим мы не хотим, многие, большинство из нас Глори Хантеры, что называется, да, то есть любят героев больших, а маленьких, скромных, не очень, это так, в советском связи писали в этом плохо, но, естественно, что советский болельщик, он был хуже, не лучше болельщика любой другой страны, поэтому, прежде всего, интерес был к голамочкам секундом, да, то, что в спорте прежде всего является номером один, и вот мой отец читал постоянно такую газету, была, между газетным журналом, скорее, под названием футбол-хоккей, с 60-го года выходил, он, это издание, как приложение в газете «Советский спорт», такие газетные бумаги, формата А4, я помню, еще сшитые были странички, их нужно было разрезать, и все было ничего, все здорово, там действительно это был еженедельный журнальчик, где печатались в понедельник, он выходил в начале недели, где был обзор туров, прошедший неделю по футболу, по хоккею, соответственно, все самое интересное, головечки секунды там были, и все классно, за исключением одного, в течение долгого времени почему-то выписывать этот журнал было нельзя, только в розницу продавали, казалось бы, огромное 250-миллионная страна, половина этой страны читает, интересуется спортом, да напечатайте в эти 200-миллионов экземпляров, пусть и не читают, это же хорошо для экономики, для всего, но нет, выписывали только ограниченным тиражом, который доставался там условно небольшому количеству людей, а остальные могли купить только в розницу, а как вы понимаете, в условиях 70-е годы по телевизору 2 канала, 2 канала, 3 канала телевидения, и по нему показывают очень ограниченный набор канала, чем увлекаться, естественно, что развлечений не так много, поэтому спорт бешеный пользуется популярностью, а вот купить этот футбол-хоккей было сложно, потому что как только вываливался тираж, его тут же разбирали, и мой отец мне рассказывал, говорит, что у меня была прикормленная тетушка в киоске в Союз-печате, которая за 15 копеек сверху, или за 20 копеек, я не помню, кстати неплохие деньги для Советского Союза, где средняя зарплата была 100-125 рублей, не знаю, за 20 копеек сверху она откладывала для меня этот журнал, и вот он мне об этом говорил, я еще впечатился, ну надо же думать, как он молодец, потом я спросил, слушай, а таких умных, как ты, было довольно много, на что он мне сказал, да ты что, смеешься что-то? Я говорю, в смысле, почему смеюсь? Он говорит, да этот журнал вообще не попадал на прилавок, то есть она, эта тетушка, она получала тираж, условно, в 50 экземплярах, она прятала его под полку и продавала только тем, кто был в курсе, только избранным, и естественно, только с наценкой, то есть это была частейшая воды спекуляция, на которой, ну наживались все, наживалась конкретная тетушка в Союз-печате, довольны были все ее потребители, которые знали всю эту историю, и все вроде были счастливы, кто на этом терял? Теряло только государство, а почему государство теряло? А потому что государство было глубоко наплевать на то, что спортивная журналистика и вообще спортивная тематика интересна советскому человеку, потому что советский человек должен был интересоваться другими, более серьезными вещами, а спорта должно было быть ровно вот столько, сколько государство решило. И вот я к чему рассказываю этот обычно, часто рассказываю этот пример, к очень позитивным, потому что мы начали нашу лекцию с чего? С экономического дентерминизма. Мы начали с того, что спорт сейчас является товаром, и товар этот очень специфичен и создается прежде всего для того, чтобы люди его покупали. И люди играют не просто так, они играют за миллионы долларов зачастую, а если это никому не интересно, то соответственно и развития здесь никакого не будет. Так что советская вот эта модель, политическая, политизированная модель и спортивная журналистики, она где-то похоронила сама себя, потому что она искусственно ограничивала вот это вот рыночное развитие спорта. А вот западная традиция, она оказалась, оказалась в этом смысле революционной. И здесь, давайте привыкемся, я еще не утомил, всем понятно, о чем идет речь. Это не слишком в историю, потому что на самом деле это слишком в истории, я всегда себе даю за рог, ну первые 20 минут преамбулы, а потом прям к современности. А потом понимаешь, что черт возьми, ну как бы вот без этой подводки оно, смысла никакого нет. Ну просто, если моим студентам я имею возможность рассказывать в течение семестр, понимаете, то в течение одной лекции это можно просто вот как-то из кирпичиков сконструировать, вот в самый-самый-самый каркасик, да, а потом на него нанизывать нужно массу-массу разной информации. Так вот, все, вторая половина 20-го века, где-то с 50-х, конец 50-х, 60-х годы, западный мир, там происходят очень важные глобальные изменения, изменения, прежде всего, носящие экономический характер, но которые, ну скажем так, были связаны с изменениями во многих других сферах, которые можно обозвать системной революцией. Революция эта, еще раз говорю, она была детерминирована экономически и называлась это переходом к то, что в западной научной мысли, теоретической мысли, это получило название постиндустриальной или информационной революцией, коллеги не дадут соврать. И что это значит? Переход к постиндустриальной экономике или к информационной экономике, это переход к такой формату экономики, где основной объем продукции и основное количество людей занято не в производстве промышленных товаров, условно, утюгов, кастрюли, автомобилей, а занято в производстве информации и услуг различного рода. То есть, условно говоря, ребята, которые обеспечивают этот наш с вами зал, они где работают? Они же не создают никаких кастрюлей, фабрик, они не рабочий класс в понимании советского рабочего класса. Но, тем не менее, они создают продукт, за который, условно говоря, в нашем случае нет, за который люди готовы платить. Условно говоря, люди, которые работают в кинотеатре. Что они создают? Они создают зрелища, почему они не снимают кино? Они создают возможность вам этим зрелищем пользоваться. Естественно, что это часть вариантов. Другая история состоит в том, что, допустим, количество людей, занятых в масс-медиа, не только в журналистике, но и в рекламе, в пиаре, в маркетинге, за последние 50 лет выросло в десятки, если, может быть, не в сотни раз. То есть, условно говоря, появляются не просто новые профессии, людей, которые создают информацию. Меняется вообще глобально структура экономики. Когда, по сути дела, вот Москва в свое время, кто люди постарше хорошо помнит Москву в 80-х годах это был чисто индустриальный город. Город, в котором, ну, не чисто, конечно, но в основном прежде всего индустриальный, потому что это был город, где целые кварталы были заняты предприятиями. Серп и Молот, ЗИЛ, АЗЛК, авиастроительные какие-то заводы, заводы по производству, чего угодно. Да, сейчас Москва это постиндустриальный город, потому что огромное большинство этих заводов и фабрик, оно либо исчезло, либо вывезено за пределы Москвы. Далеко, ну, возьмите, там, я не знаю, Красный Октябрь, фабрику, да, вот она была в центре Москвы, торчала, занимала место, да, замечательное, козырное, такое жирное место экономически, и при этом варила шоколад, шоколад можно варить и в Калужской области, его вывезли и сдали под огромное количество людей, которые вроде бы занимаются творчеством, да, но все же были на стрелке, да, на самом деле они занимаются творчеством или производством? И это производство экономически обосновано или нет? В принципе, понятно, да, ответы, вопрос риторический, но в этом вопросе я как раз вас и перевожу на вот эту постиндустриальную революцию 60-х годов. На самом деле вот это изменение экономическое, оно сопровождалось гигантскими изменениями в культуре, в технологиях, в поведенческих каких-то моделях, ну, например, музыкальная революция, вспомните, Битлз, да, когда появился постарше люди, 62-й год, первый альбом, и Битлз это как часть музыкальной революции, да, потому что потом пошел рок, там, психоделический рок, арт-рок, хэви-метал-рок и так далее, и так далее, то есть масса всяких экспериментов, вплоть до анти каких-то вот экспериментов, да, панк-рок, это примитивизация музыки такая какая-то определенная, то есть человек стал отходить от определенного канона, я обычно рассказываю, я очень много говорю о культурном, мы говорим о социально-экономическом измерении истории, да, но я очень много рассказываю своим студентам о культурном измерении, перехода от модерна к постмодерну, но это, по-моему, будет перебор, даже учитывая наш исторический экскурс, в общем, сексуальная, например, революция, знаете, вот казалось бы, сексуальная революция, тут вот и дети сидят, и может быть, не стоит об этом говорить, но, если вы откроете любой спортивный сайт, сейчас, вот, я, по долгу службы, конечно же, каждый день читал довольно много спортивных новостей, но открываете сайт, и обязательно каждый день на нескольких наших основных медиаплощадках, спортивных, обязательно, значит, болельщицы, фотоподборка болельщиц, которые вас поразят, удивят, заставят вас болеть за эту сборную еще больше, еще меньше. Естественно, вы, если открываете, да, эту подборку, какое это имеет отношение к спорту? С точки зрения голов, очков, секунд, вообще никакого, да, и более того, это больше к спорту относится, или, скажем, к шоу-бизнесу, или, скажем, ну, я не знаю, фэшн какому-то, если о моде говорить, да, или еще к чему-нибудь, но, и вы листаете, да, если ты, соберетесь листать, то это подборка из, там, не знаю, 10-20 фотографий, где-то налепленных из чьих-то инстаграммов, вытернутых, которые расположены симпатичные девушки в нарядах различного рода, понятно, какая тема здесь эксплуатируется, основная публика, ну, основной потребитель спорта, как мы привыкли, да, это мужчины, естественно, мужчинам нравятся женщины, это нормально, красивые, молодые женщины, естественно, что спортивная, редактор, главный редактор, редактор вот этих новостей, которые эти читают, их задача ведь какая, основная, осветить что-либо, да, взять интервью с журналист, со спортсменами, побывать на матче, нет, их задача основная, ну, скажем так, заработать денег, получить зарплату, в конце концов, получить рекламу, а как это достигается, за счет кликов, за счет увеличения трафика на сайте, естественно, что если вы будете писать очень умные вещи про, там, тактико-технические действия, по поводу того, что, там, Дзюба, условно говоря, выиграл больше всех единоборств в этом туре, или о том, что, ну, скажем так, тактика сборной России была чуть-чуть слишком оборонительной, это будет классно, интересно, важно, но кому? Вот, смотрите, здесь больше половины сидит представитель прекрасного пола. Я охотно верю, что часть из вас просто фанаты спорта и разбираются в нем досконально с точки зрения вот как раз технической составляющей, но это же не совсем так, не для всех так, поэтому женщины это ресурс для спортивных медиа, безусловно, ресурс, очень важный ресурс, возможно, гораздо более важный, чем мужчины, потому что мужики или болеют спортом, или не болеют, у меня, кстати, много друзей, которые вот в детстве их не научили болеть, и я прям говорю, ну, как у вас что, не было детства, что ли, почему вы не, вообще футболом не интересуетесь, мы не интересуемся, и женщин за последние 15-20 лет в спорте, я имею в виду, активном потреблении спортивного контента, стало в разы, может быть, в десятки раз больше, и это, естественно, бесценный ресурс, потому что женщинам это можно продавать, женщинам можно бесконечно продавать Криштиану Роналду, да, потому что он смазливенький, как говорил кто-то из моих знакомых еще с 90-х, Дель Пьера такой душка, поэтому я за Ювентус, вот примерно, понимаете, это не так смешно, как может показаться, потому что в этом есть эмоциональность определенная, естественно, что мы болеем не за хороший футбол, а за то, что игра наш, ну и что, что наши с испанцами сыграли 85 минут из 90, отбиваясь в районе своих ворот, мы же мыиграем, и все, мы, вся страна счастлива, плясала, я не знаю, наверное, город, только Москва плясала до утра, я думаю, что и основная страна, конечно же, тоже плясала, да, да не важно, как играют, потому что в спорте самое главное, это, конечно же, эмоция, которую вам дали. Так вот, с этой точки зрения, смотрите, переход к постиндустриальному обществу, начавшимся в 60-е годы, он, конечно же, изменил, прежде всего, структуру занятости, гигантскую роль начали играть люди свободных профессий, люди свободных профессий, это люди, у которых, как правило, довольно много свободного времени, это люди, которые, конечно же, ну, скажем так, живут, исходя не от зарплаты до зарплаты, живут не в проголодь, живут не для того, чтобы, ну, скажем так, не живут, чтобы работать, а работают, чтобы жить, да, казалось бы, мелочь такая, но с другой стороны, вот представьте, когда вы вынуждены по 12 часов в сутки работать, 6 дней в неделю, чтобы, сказать, свести, в конце концами, и ваша семья не умерла с голоду, да, ситуация до сих пор распространенная в странах третьего мира, вы, естественно, ну, скажем так, у вас другое совершенно отношение к жизни, чем у человека, который зарабатывает деньги, ему хватает на основные нужды, и остается возможность поездить по миру, посмотреть футбол, попасть на стадион, если есть возможность попасть в какую-нибудь вип-ложу, да, то есть, другое качество жизни, естественно, что и уровень потребления здесь немножко другой, естественно, что и дети наши, да, по-другому немножко себя чувствуют, вот если вы, ну, скажем так, говорите о спорте 60-х, 70-х, советском, спорте немецком, то в условиях ограниченного количества развлечений мальчишки что могли делать, да, они после школы могли, были предоставлены зачастую самым себе, потому что родители работали на производствах, они брали мячик и гоняли на заднем дворе мячики, и, соответственно, количество спортсменов, футболистов, которые вырастало из этого поколения тотальных футболистов, маленьких, да, оно было гигантским, посмотрите сейчас на сборные наиболее развитых стран мира, Франция, вы много видели в этой сборной ребят с белым цветом кожи, это сейчас еще стало нормально, потому что вот два года назад, когда французы проиграли финал чемпионата Европы, там было два белых парня, по-моему, собственно, вратарь и нападающий, Гризман, я ничего не имею против любого цвета кожи, я просто говорю о том, что ребята вот в этом обществе потребления, они смотреть, пожалуйста, а вот играть они не хотят, и поэтому в основном их места занимают ребята, которые приехали из третьего мира, для которых спорт это что-то типа социального лифта, они скажут, для них это единственный шанс пробиться наверх, то есть смотрите, эта постиндустриальная революция, конечно же, она сыграла гигантскую роль с точки зрения чего, во-первых, изменилась структура потребления, информационное потребление увеличилось в разы, во-вторых, эта, ну скажем, структурная революция, она привела к революции, в том числе технологической, потому что развитие вот этих свободных профессий, оно требовало и рождало спрос на распространение информации, технологии и прочее. И смотрите, вот именно в 60-е годы начинается, ну, телевизор чуть-чуть раньше появился, да, изобретение интернета, да, оно появилось где-то в 70-е годы, интернет, да, хотя выстрелило уже в 90-е, в 70-е появилось кабельное телевидение, на самом деле кабельное телевидение для спорта, для спортивных медиа сыграло гораздо более серьезную роль, чем принято считать, я думаю, что пока еще более серьезную, чем интернет, он, конечно же, отжирает свое у классического телевидения, но когда в конце 70-х годов кабельное и спутниковое телевидение начало бурно распространяться в Соединенных Штатах Америки, это означало совершенно другое качество потребления, потому что вместо двух, четырех, пяти эфирных каналов, где американец мог просто выбирать между тем, что ему нравится вот в этом ограниченном пространстве, он получил возможность выбирать из сотни каналов, в которых он мог выбирать не все сто каналов, а условно набрать себе пять спортивных, шесть спортивных каналов, и таким образом появилась определенная интерактивность, то есть, когда потребитель сам выбирает, да, он платит за это деньги, но за эти деньги он получает именно то, что хочет он, и получает в том объеме, как же тоже хочет он, и естественно, что приход больших денег в спортивные медиа, он приводит к тому, что спортивные медиа начинают платить спортивным лигам деньги за трансляции, да, мы готовы вам платить больше, но вы покупать у вас все права на показ ваших соревнований, потому что за них готовы платить все, как следствие, спортивные лиги получают, начинают получать большие деньги от спортивных трансляций, они и перераспределять между своими клубами, они, естественно, повышают капитализацию стоимости игроков, футбольных клубов, арен, и так далее, и так далее, и так далее. Я не буду, для некоторых из вас, не буду, ну, скажем так, новатором, или не сделаю открытие, если скажу, что, ну, скажем так, выручка крупнейших футбольных клубов европейских, крупнейших нескольких, да, которые являются наиболее известными, знаменитыми, в год превысило уже давно полмиллиарда долларов. То есть, вот условный Мадридский Реал в год зарабатывает где-то миллионов шестьсот евро. Естественно, что это нечистая прибыль, да, как правило, эти клубы еще и убыточны до кучи, потому что тратят они еще больше. Но, а вот если говорить о рыночной стоимости клуба, да, то он может стоить и миллиард, то есть, вот, что такое клуб? Это несколько сотен человек, да, футболисты, массажисты, тренеры, спортсмены, врачи, агрономы, если это футбольная, у футбольного клуба есть своя арена, да, уборщицы, да, это может стоить миллиард. Естественно, что вот такой практической стоимости там не так много, да, чем, допустим, отличается Мадридский Реал от Мадридского Атлетика? Тем, что Мадридский Реал просто ценится в мире сильно выше, причем эта стоимость, ее невозможно посчитать, да, это стоимость футболистов, но футболист сломал ногу, порвал связки, и все, его стоимость, это может стоить ему карьеры, то есть, в этом много символической стоимости какой-то, но вот это и есть та часть экономики, о которой мы говорим, да, экономика информационная, экономика постиндустриальная, в которой спорт превратился, заметьте, вот с чего мы начали наше занятие, он превратился из хобби для небольших групп населения, каким он был в конце 19-м, начале 20-го века, он превратился в крупный бизнес, причем, заметьте, я, может быть, здесь уже спешу и какие-то вещи пропуская, но, скажем, есть такая американская спортивная телевизионная сеть, ESPN называется, она самая, наверное, успешная в истории американских кабельная спутниковая система телевещания, но, правда, последние годы она сдает свои позиции в борьбе с конкурентом, в борьбе с интернетом, но средняя выручка, это что значит телесеть? Это корпорация, которая принадлежит более крупной медиа-корпорации, которая, в свою очередь, вообще принадлежит Walt Disney Company. И вот этот ESPN, он зарабатывает в год, это порядка 12 каналов, он зарабатывает в год порядка 11-12 миллиардов долларов. Чтобы вы понимали, весь российский ВПКВ, это промышленный комплекс, это сотни, наверное, тысячи предприятий по всей стране, это производство танков, самолетов, ракет и прочего, на экспорте зарабатывает где-то примерно на 14-15 миллиардов долларов в год. Тут одна спортивная телекомпания зарабатывает где-то примерно 11-12 миллиардов. Естественно, я не хочу проводить параллели, это вообще не очень корректное сравнение, это я вам просто для примера говорю. Но в Америке таких корпораций телевизионных несколько, не считая каких-то инновационных проектов, связанных с другими какими-то вещами, но в сумме американская телевизионная, спортивная телевизионная журналистика, там крутится несколько десятков миллиардов долларов в год, что в общем-то эквивалентно некоторой области отрасли российского хозяйства, вполне себе реального практического хозяйства, которое много чего производит. Понятно, что сравнивать можно по паралитету покупательской способности, понятно, что нужно сравнивать по массе других критериев. Понятно, что если американский ВВП в мировом масштабе это около 18% мировой экономики, то российская экономика это максимум 3%, поэтому мы немножко в разных весовых категориях, но тем не менее, вы можете себе представить, что спортивная журналистика, и когда я вам говорил с экономическим детерминизмом, это не классные ребята типа Уткина или Дудя, которые делают какие-то вещи смешные, не смешные, интересные, не интересные, веселые, невеселые, это часть экономики, которая в наиболее развитых странах приносит миллиарды долларов, десятки миллиардов, причем не надо думать, что это вещь в себе, естественно, что с этих миллиардов платятся налоги, естественно, что с этих миллиардов получают люди зарплаты. Эти люди, люди, занятые в этой сфере, это не только сами журналисты, но и атераторы, сценаристы, маркетологи, рекламщики и так далее, и так далее. Все эти люди, естественно, получают зарплаты, идут в магазины, тратят эти деньги на товары народного потребления, с этих товаров, естественно, тоже идут налоги, то есть от этого получает вся система хорошо. И это уже действительно давно превратилось в достаточно самостоятельную отрасль экономики так как таковой. Примерно понятно общая мысль от этого? Теперь я бы хотел немножко сказать, вот все, о чем мы говорили, это такая краткая, кратенькая, такая практирная история, связанная с медиа, но кроме медиа у нас есть и журналистика сама по себе, да, то, о чем я вам говорил. Я частично вам затронул проблемы в журналистике, современной, спортивной журналистики, да, связанные с тем, что контент меняется, меняется формат контента, меняется стиль письма, меняются вещи, связанные с тем, ну, скажем, как подается информация, да, в каких форматах она подается и так далее, и так далее, и так далее, но по большому счету вот в те же 60-е годы частью вот этой системной революции, о которой я говорил, о которой я говорил, стал переход к культуре постмодерна, что называется, долго рассказывать об этом, кто захочет, поинтересуется как-нибудь, я только хотел бы сказать, что постмодерн это, нельзя это назвать посткультурой, но это скорее культура, которая не имеет, ну, таких четких рамок, законченных рамок, да, то есть рамки, они всегда вариативны, и культурно все то, что, я бы цинично прозвучит, что продается, что хорошо, что значит, ну, например, вот те из вас, кто постарше, кто вырос в Советском Союзе, или хотя бы помнит эту историю, вы должны четко понимать, что нас воспитывали, что плохо быть плохим мальчиком, хорошо быть хорошим мальчиком, нельзя обманывать, нельзя грубить, надо уступать старшим, надо помогать больным, тем, кто в беду попал, надо уступать девочкам, если вы мальчики, да, потому что вы сильнее, вы как бы априори, то есть набор ценностей, которые выходят еще из традиционной христианской культуры, там, начала первого тысячелетия нашей эры, которые до середины 20 века в Европе, вот в европейской цивилизации, да и в цивилизациях других, было, ну скажем так, важным моментом. Посмотрите на нынешнюю культуру, я имею в виду культуру развлекательную, да, эти рамки падают, рушатся, есть в боксе, кто любит бокс, поднимите руки, ого, ну да, в основном мужская аудитория, вот те, кто как бы увлекается боксом, все знают, что такое треш-токинг, это, ну треш-понятно, да, токинг, разговор перед поединком боксерским, боксеров сводят вместе на взвешивание, на совместную пресс-конференцию, их ставят друг против друга, да, и они начинают друг друга психологически давить, говорят, ты слабак, я тебя сделаю, я тебя урою, ты никто, ну, я, конечно, утрирую, да, там бывают и хуже выражения, бывают меньше выражения, бывает, вот, был сейчас бокс, да, усик Гассиев, где люди на удивление себя вели, совершенно не в традициях вот этого треш-токинга, который появился еще в 60-е, 70-е, но в принципе, в традиционной культуре уважение к своему сопернику это часть некой дворами, сейчас, но ты уважение не продашь, потому что, давайте говорить честно, потребитель любит погорячее, потребитель любит, чтобы было больше грязи, чтобы было больше, и вы со мной можете не согласиться и сказать, что нет, это не так, это, к сожалению, так, еще раз, я абсолютизирую, понятно, что очень многие люди, особенно, там, люди, у которых есть вес, они могут позволять себе не заморачиваться такими вещами и заниматься только непосредственно, там, спортом, да, но эти треш-токинки, они появились не просто так, они появились вот в западной культуре, да, я имею в виду, прежде всего, в американской культуре, они появились довольно давно и получили массовое, неужели вы думаете, что людям, которые выходят между собой драться за миллионы долларов, то есть, где победитель получает условно пять, а проигравший миллион, этим людям, ну, скажем, не наплевать друг на друга, они бизнесмены и прекрасно понимают, что у них вполне себе деловые отношения, естественно, что там играет роль титула и прочих вещей, да, но эти люди в обиходе могут быть разными, они могут быть флегматичными, они могут быть холериками, кому-то нужно завестись, кто-то вообще дружит, понимаете, но ты же хочешь продать, чтобы это продалось, чтобы это посмотрело сто миллионов человек по всему миру, а продать, когда люди сказали, о, я уважаю своего соперника, он классный парень, и я классный парень, но мы, конечно, будем драться, здесь нет драмы, нет напряжения, нет искры, которую можно продавать, поэтому эта часть давно уже стала частью культуры. То, что я говорил вот о каких-то таких вещах, связанных с чемпионатом мира по футболу нынешним, это то же самое, то есть, если вы открыли бы, откроете новости, то вы увидите, что 50-60-70% новостей в зависимости от контекста, они состоят из того, кто чего, о ком сказал. То есть, условно, Зюба похвалил Кутепова, Кутепов ответил Зюбе, тот сказал этому о том, спросите, спорт здесь где, какое отношение имеет то, что Зюбе сказал о болельщиках российских к спортивным новостям. Открою маленькую тайну, в общем-то, никакого, потому что, по сути дела, это медийный шум такой, интершум по отношению к тем результатам, которые показывает сборная. Но мы же понимаем, что на самом деле зачастую это гораздо интереснее, чем сам спорт. есть такой хорватский защитник Дармагой Вида. Вот с некоторых пор все узнали этого человека. Да, хотя я уверен, что еще месяц назад кто сказали бы вы? Ну, потому что это вообще ни о чем. что сделал этот человек? Застал видеть. Прократил молодую. Да, причем он это записал для каких-то своих друзей, с которыми он играл в Динамо Киев, отправил им по своим каналам, может, не вышел в открытый доступ. Это потом ребята, спасибо тем людям, которые потом это все вывесили и сделали из этого медиа. Но, фактически, он влез в глобальную политику, и все, все медиа две недели обсуждали вот это, следующее какое-то видео, что он сказал, ой, нет, он потом извинился, молодец, такой, знаете, такое ощущение, что вот футбол сборной Хорватии состоял из вот этих высказываний, да, и наши симпатии, антипатии были связаны вокруг этого. Он играл в футбол или он занимался, ну, скажем так, театральной постановкой? Какое это имеет отношение к спортивным результатам? Никакого. Но, вот этот пример, он очень хорошо показывает о том, что это контент, который носит характер развлекая развлечения, развлечения толпы, и эта толпа должна развлекаться вне зависимости от своих пристрастий, симпатии, антипатии, любви к спорту, нелюбви к спорту, да, есть шоу какое-то, шоу должно продолжаться, как у Фредди Меркури. Естественно, что это шоу, оно требует определенного развития. Я, знаете, так немножко скомкал, конечно, конец, потому что у нас мало времени остается, но главное это что? В конце 20-го, начале 21-го века, и особенно с начала 21-го века и до сих пор, со стремительным развитием технологии, появлением интернета, появлением проникновения в массовую толпу, с появлением мобильных платформ, с появлением фактически неограниченных площадок для распространения информации, спортивная журналистика тоже очень сильно меняется. Ну, то есть, допустим, если в 90-е годы в России было две газеты, да, крупных, спортивных, это был «Спортэкспресс», крутой, замечательный, пафосный, и «Советский спорт», который долгое время попахивал нафталином, да, а потом они к концу 90-х попробовали там, ребрендиться и подтягиваться к «Спортэкспрессу». И спортивные журналисты, это была небольшая, но достаточно авторитетная когорта людей, которые были не просто популярны, которые еще достаточно неплохо себя чувствовали в экономическом плане, да, то есть, вот, как мне рассказывали коллеги из советского спорта, поехать на Лигу чемпионов в 90-е годы, когда у нас страна была в общем-то нищая и, ну там, зарплаты в копеечной стране, да, поехать на Лигу чемпионов для журналистов «Спортэкспресса» не было проблем, потому что газета зарабатывала много, хорошо, и спортивные журналисты, это была элитная профессия, но ее было очень мало этой профессии, да, у нас был один спортивный телеканал, и тот платный, и тот мало, скажем так, распространенный, это «ТВ плюс спорт», который потом превратился в сеть каналов, да, это уже в 2000-е годы, у нас не было спортивного радио, у нас его и сейчас, вот бедный радиоспорт, периодически ходят слухи о том, что его закрывают, может и закроют, потому что чемпионат мира прошел, и сейчас вообще у нас грядут перемены, да, непонятно, что будет с матчем, непонятно, что будет с «Спортэфэм», не очень понятно, что будет вообще с проектами, которые традиционно существуют, в том числе благодаря некой политической воле нашей. Но это уже проблемы нашей спортивной журналистики, это отдельная история. Так вот, в 90-е годы журналисты были спортивные, у них была возможность быть элитой, да, потому что это была элитарная журналистика, и было немного, и она интересовала всех. Сейчас одних спортивных медиа крупных, да, можно назвать около десятка, причем количество материалов, которые там ежедневно публикуются, оно в десятки раз превосходит то, что было в 90-х, да, потому что вы выпускали одну газету в день, и ваш длайн был связан вот исключительно с выходом этой газеты, сейчас нет такого, сейчас наполнение должно быть, ну, ежеминутное фактически, там, собственно говоря, вы каждый час должны наполнять новостями, иначе вы потеряете в этом. Естественно, что небольшое количество высокооплачиваемых журналистов никуда здесь не годятся, потому что, ну, вы проигрываете конкуренцию. Поэтому, ну, очень часто работают вот в спортивной журналистике молодые ребята, студенты, иногда школьники даже, люди без определенного имени, которые, может быть, иногда не очень хорошо еще пока умеют работать, но зато, в отличие от маститых людей, которые хотят больших зарплат и хотят быть гуру, да, они готовы за мелкий прайс работать, а иногда работать просто так, за идею, потому что для них это азарт, это вот страсти в жизни, да, футбол, допустим, или хоккей, или бокс, или еще что-нибудь в этом роде. И журналистика, естественно, в этом смысле меняется. Понятно, что это мировой где-то тренд, но в нашем случае проблема состоит в том, что у нас вот этих трендов каких-то глобальных не сформировалось. Знаете, я все-таки так скомкал немножко, да, я вам немножко рассказал о медиа, немножко о спортивной журналистике, я два слова буквально о нашей, да, потому что я начал об этом говорить и понимаю, что начал не с самого начала. У нас в России спортивная журналистика досталась от Советского Союза. Причем вот эта советская журналистика покрыта была несколько нафталином и она очень была неинтересна, грубо говоря. И поэтому, когда в августе 91-го года группа журналистов, уйдя из советского спорта, организовала газету Спорт-Экспресс, которая начала делать журналистику вот прям по лекалам лучших ведущих мировых спортивных СМИ, которая, ну, скажем так, начала писать о галах, очках, секундах, о том, что и зачем советская спортивная журналистика почти не писала, ограничиваясь там различными патетическими очерками о важности спорта. Это стало очень круто, это стало глотком свежего воздуха. И вообще в 90-е годы спортивная журналистика у нас в стране бурно развивалась, несмотря на то, что, ну, скажем, рынка спортивных медиа, как и спорта, рынка у нас как такового нет, вот как на Западе. К сожалению, эту журналистику сначала подубил кризис 1998 года, отбросив ее довольно-таки назад, а потом, в начале 2000-х появился интернет, который окончательно эту журналистику похоронил. и главная проблема у нас состоит в том, что у нас, в отличие от мировой тенденции, я имею в виду западноевропейской, американской тенденции, потому что в странах третьего мира это отдельный разговор, вся эта постиндустриальная революция, она к странам третьего мира имеет очень посредственное отношение, но это не сейчас и не здесь. Так вот, закольцом оно с чем состоит? Спорт, это, я имею в виду спортивные медиа производят интересный и востребованный классный крутой контент. Этот контент интересует очень многих людей, эти люди готовы платить. Платят они в основном за телевизионные трансляции, за платные пакеты. Ну, как мы платим, условно, за что у нас там, Триколор, МТС, ТВ, Билайн ТВ, но только отдельные пакеты, которые за связаны со спортом. Да, скажем, в Америке подход очень много, большой охват, но немного, там, СПС, ЗСПН платят в месяц американцы 7-10 долларов в месяц, примерно, средняя цена. Не так много, то есть можно 500-600 рублей, да, 400-600 рублей можем им позволить. А британцы, скажем, платят за пакет британских Sky Sport, но посвященного футболу, от где-то 25 до 75 фунтов в месяц. Как вы понимаете, это уже совсем другие деньги, и это, ну, дорогого стоит. Поэтому у них есть большие деньги, они могут на эти деньги, во-первых, вкладывать в развитие инфраструктуры, они могут, они эти деньги платят спортивным клубам, спортивные клубы на эти деньги покупают дорогущих игроков со всего мира, на эти деньги разрабатывается инфраструктура, и, естественно, что на эти деньги развивается сама вот спортивная журналистика, приходят новые люди, высокие держатся зарплаты, и, соответственно, эта отрасль, она креативит постоянно, потому что они понимают, что если они перестанут делать классный, крутой контент, они, ну, скажем так, будут терять клиентов. И спортсмены, и спортивные клубы, в свою очередь, прекрасно понимают, что журналисты это люди, которые приносят им деньги. Поэтому в американских клубах, прежде всего, в европейских отчасти, в контрактах прям прописаны требования общения с журналистами. То есть зачастую спортсмен не может игнорировать. Единственное, это регулируется, более того, пресс-службы клубов, они постоянно требуют, ну, там, или организовывают пресс-конференции. Более того, любой спортсмен понимает, что если он популярен, то его позовут в рекламу, его позовут на телевидении. То есть его имя будет монетизироваться, и он будет на этом зарабатывать очень приличные деньги. И многие очень спортсмены в Европе, в Америке, они основную часть своих денег зарабатывают, потому что карьера спортсмена не очень недолгая, и этот травматизм очень высокий, чуть ли не инвалидность, а постоянная. Они зарабатывают на коммерческих контрактах, на рекламных контрактах, которые позволяют их безбедно существовать всю жизнь. У нас вот этой закольцованности нет, когда зависят журналисты от спортсменов спортсмены от журналистов, и же с ним. У нас бюджеты клубов в основном формируются благодаря, ну, скажем так, естественным монополиям. Локомотив футбольный клуб, РЖД принадлежит, да, российские железные дороги, которые дают денег на футбол раз в год, да, допустим, бюджет выделяют. Зенит Газпром, Спартак Лукоил, Краснодар Магнит, ну, там немножко более хорошая история и так далее. Если мы берем хоккейные клубы, то примерно та же ситуация, в зависимости от того, если это там Магнитогорский комбинат металлургический, да, или это Магнитогорский металлург в хоккее, СКА, это тоже Газпром, Питерский СКА, то это в принципе вот какая история. Задача менеджера спортивного, который работает в клубе, основная, как экономиста, один раз в год хорошо выступить перед акционерами и убедить их выделить бюджет на, я оприрую, конечно, очень сильно, выделить бюджет на команды. условно говоря, в начале года приходит на совет директоров президент футбольного клуба и говорит, дайте денег, мы купим футболистов и выиграем чего-нибудь, чемпионат России или попадем в Лигу Европы. В принципе, если он оказался убедительным, бюджет на год выделили, и как бы все. Больше, в общем-то, развивать медиа, структуру не очень надо, потому что, но приходят журналисты и говорят, давайте мы возьмем интервью у наших спортсменов. А дальше получается плохо, ты говоришь журналисту хорошо, бери. Ты приходишь, он приходит к спортсмену, начинает с ним разговаривать. Спортсмен говорит что-нибудь не очень хорошее, он носит какой-нибудь ссор из избы. Это попадает в СМИ, начинается скандал, и естественно это бьет по репутации самого клуба. Поэтому задача менеджера клуба, директора и же с ним, что сделать? Сделать так, чтобы вот этот ссор не попадал из избы. Поэтому журналистов стараются изолировать от спортсменов, потому что это не выгодно. Журналисты, в свою очередь, у которых работа в чем состоит? Писать у клубов, их туда не пускают. Что они делают, журналисты? Они начинают выдумывать, выискивать, пользуются слухами, инсайдами какими-то, еще чем-нибудь и вываливают кучу всего. В результате получается ситуация, когда спортсмены не заинтересованы в нормальном диалоге с журналистами, журналисты в общем-то нормально обходятся и без спортсменов, но и те, и другие знают, что это сотрудничество им ничего не дает. То есть нет экономики, медиаэкономики спортивной, да, то есть у нас, допустим, есть матч ТВ. Матч ТВ платит за футбол где-то 30 миллионов в год долларов. Для сравнения эта цифра, допустим, в Англии где-то пару миллиардов долларов в год. Там 2 миллиарда, здесь 30 миллионов. Эти 30 миллионов распределяются между клубами. Для клубов это не серьезная цифра. Один хороший игрок стоит примерно, ну вот, два хороших игрока на эти деньги можно купить, а у нас целая лига премьеров играет. Естественно, что в этих условиях, смотрите, какая ситуация получается, нет заинтересованности спорта в развитии спортивных коммуникаций с медиа. Медиа же, в свою очередь, не могут зарабатывать, потому что, во-первых, у нас не спортивная страна. Все помнят эти слова, да? Кто говорил? Ну, один из тех людей, кто не так давно, несколько, пару лет назад сказал об этом, был Леонид Слуцкий. Было это сказано, в общем-то, с горечью, было связано это с тем, что у нас люди посмотреть спорт, поговорить о спорте немножко, да, а вот пойти на стадион заплатить денег или там подключить трансляции, нет. Более того, воровать в интернете контент, да, платить за этот контент, нет. Поэтому, собственно говоря, потребитель не готов за спорт платить. Потребляет спортивный контент, да, платить за него, нет. Соответственно, он не платит журналистам, журналисты не платят спортсменам. Спортсменам не платят, спортсмены понимают, что они играют не для публики широкой, а играют для акционеров. Поэтому для спортсмена нет никакого интереса говорить о, ну, скажем так, спортивной журналистике. поэтому у нас, в России, я еще раз говорю, тренированно, потому что уже надо заканчивать потихоньку, я говорю о том, что у нас это поле проблемное. Спортивная журналистика есть, но она дышит наладом. Кроме интернет-проектов, таких как, например, спортсру, чемпионат, сейчас вот новый проект появился, довольно интересный, спорт 24, все остальные классические спортивные проекты, там, телевидение, матч-тв, убыточный, спортивные газеты, умирают, спортивные журналы, то же самое, спортивное радио, все туда же, только онлайн-проекты, которые, дело же, мало стоят, и, в принципе, как бы наименее зарегулированы со стороны государства нашего и госкомпании. Поэтому с этим есть проблемы. Проблемы довольно серьезные, потому что, еще раз, вот тот скачок, который произошел в мире, в западном мире во второй половине 20 века, мы слегка прошляпили, потому что был Советский Союз, и благодаря тому, что у нас потребительское общество формируется, постиндустриальная экономика формируется, но она еще не сформировалась, она достаточно дикая, у нас Дом-2 гораздо популярнее, чем спорт. Это говорит о чем? Не о том, что спорт неинтересен, но о том, что качество потребления у нас крайне низкое. И вот те инновационные истории, которые есть, они, конечно же, работают довольно плохо в нашем мире. но зато есть одно большое плюс. Наши спортивные медиа находятся настолько низко, что возможность выстрелить велика. Надо нащупывать только ту точку дна, из-за которой должен будет сработать рано или поздно эффект низкой базы. Понимаете, что такое низкая база? То есть, грубо говоря, если ты отжимаешься один раз, то если ты отжался пять раз, то ты в пять раз больше сделал. А вот если ты отжимался сто раз, а сделал сто двадцать, то ты сделал всего лишь на двадцать процентов больше. А тут в пять раз на пятьсот процентов. То есть, чувствуете разницу? То есть, с этой точки зрения у нас, конечно, перспективы есть, а если мы говорим о мировых тенденциях, то что здесь важно? Во-первых, я много еще не сказал, я не сказал о понижении лексики, допустим, что жарко и просторечие, и даже иногда нецензурщина, она становится частью журналистики все больше, потому что это хорошо продается. О том, что конвергенция, конечно, слово, которое банально и журналистам, студентам журфака, наверное, толдычат его так, что она набила оскомину, но конвергенция это смешение, да, это, по сути дела, превращение текста мультимедийного в такую универсальную историю, где есть и видео, и текст, и аудио, может быть, и какая-то инфографика, что для спорта очень важно, да, то есть, вот все больше универсализация. Это все больше интерактивность, потому что каждый спортсмен, каждый какой-то менеджер, каждый клуб, они заводят свои онлайн-ресурсы, да, которые могут быть не только в режиме реального времени обновляться, они еще могут быть интерактивны, то есть, общение с публикой. Все площадки онлайновые уже давно так или иначе интерактивны, это тоже тренд, но и один из мировых трендов спортивной журналистики, это, конечно, расширение иностранных третьего мира, потому что все, что я вам рассказывал об этой революции, и прочих вещей, это касается достаточно небольшой группы стран, ну, так называемого золотого миллиарда, да, миллиард с небольших людей, а вот стремительно растущие экономики Китая, Юго-Восточной Азии, Тигры, да, в честь сейчас Индии, Латинской Америки, это люди, где появляется довольно большой средний класс, а раз это большой средний класс, это люди, у которых есть, появляются деньги, а раз эти люди, у них появляются деньги, то их можно кормить теми ценностями, которые символическими, которые стали важными для стран первого мира и которые очень хорошо популяризируются, как Голливуд, примерно, то есть, но есть Брэд Питт, а есть Манчестер Юнайтед, понимаете, и когда Манчестер Юнайтед летом в межсезонье ездит в Китай и проводит там выставочные матчи, да, они пользуются пешей популярностью, они привозят оттуда по нескольку десятков, оттуда больше миллионов долларов чистой прибыли просто на том, что китайцы ходят посмотреть на или им не так интересен футбол, им просто интересны иконы вот эти вот, которые есть, поэтому это тот такой один из трендов очевидный, да, в России у нас свои тренды, у нас мы варимся в своем болотце, пока, естественно, у нас государство и, ну, скажем так, легкие деньги от нефтегазового сектора в спорте крутятся, это будет довольно плохо отражаться на медийной составляющей, но рано или поздно, конечно же, эта ситуация будет меняться, она уже отчасти меняется, и даже в таких клубах, допустим, как «Зенит», очень профессиональная медиа-служба, то есть, вот, к нам приезжали коллеги из «Зенита», рассказывали о том, как они работают, в «Зените», в Питерском, несмотря на то, что клуб вроде бы на обеспечении «Газброма» и можно ничего не делать, у них медиа-служба насчитывает несколько десятков человек, и видеоканал свой, и каналы в разных медиа-социальных, и они делают очень интересные, любопытные проекты, поэтому меняется среда, постепенно меняется потребитель, а под этого потребителя будет, конечно, меняться и спортивная журналистика, хотя, еще раз говорю, наверное, что все равно без сумбро не обошлось. Я сейчас заканчиваю, я прошу прощения, если где-то я пропустил, допустил какие-то большие лаконы, если хотите, я отдавайте, может быть, какое-то количество времени на вопросы, если они есть, и разойдемся до будущих светлых времен. Если я кого удавил, прошу прощения. Редактор субтитров А.Семкин